Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска коротко о главных темах. Новогодние праздники прошли в крае без серьезных происшествий. Оперативная сводка за неделю в выпуске. За рождение первого ребенка семьи теперь будут получать материальную поддержку. Соответствующий закон вступил в силу с этого года. Первенство по регби-болу среди школьников прошло в краевой историце. Что это за необычный вид спорта, узнаете через несколько минут. Семь административных зданий и несколько жилых домов в Барнауле остались без холодной воды в результате коммунальной аварии. Порыв водопровода диаметром 15 сантиметров произошел на улице Советская армия 144. Последствия аварии сейчас устраняют специалисты Барнаульского водоканала. Завершить работы и возобновить водоснабжение в домах планируют в кратчайшие сроки до конца дня. Добавим, об аварии были предупреждены и дорожные службы города. Они оперативно устранили образовавшуюся после затопления улицы налить. В целом новогодние праздники в Алтайском крае прошли без серьезных происшествий. Их количество за неделю не превысило нормы. С начала года в нашем регионе произошло 57 пожаров. Один меньше, чем в прошлом году. Причем 8 возгораний зафиксировано именно в краевой столице. В результате ЧП погибли 4 человека и один пострадал. Наиболее частые причины трагедии – нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования. Также управление МЧС России по Алтайскому краю держало на контроле зимних рыбаков. Сотрудники службы провели рейд «Безопасный лед». И как результат происшествий на водоемах не зарегистрировано. По данным главного токсиколога Барнаула Германа Балаганского, в городских отделениях токсикологии в новогодние каникулы также все было спокойно. Ежедневно с отравлениями поступало 2-3 пациента, что для новогодних праздников считается нормой. Накануне православные всего мира отметили праздник Рождества Христова. В праздничную ночь в Алтайском крае были открыты двери 70 храмов. В частности, литургии прошли в храме Дмитрия Ростовского, Покровском кафедральном соборе, Дмитриевском храме, Александрнеевском соборе, Иоанна Богословском храме, а также Иверском семинарском храме при Барнаульском епархиальном управлении. На церковные службы в эту ночь пришли тысячи верующих православных бурнаульцев. Возле храмов региона в Рождественскую ночь дежурили усиленные патрули полиции и экипажи ДПС. Всего больше 200 полицейских. Как утверждают в ведомстве, ночь прошла спокойно. Случаев нарушения общественного порядка стражи порядка не зафиксировали. Добавлю, в Рождественскую ночь телеканал Катунь-24 вел прямую трансляцию литургии в Покровском кафедральном соборе. Запись богослужения в любое время можно посмотреть на нашем сайте katun24.ru. И продолжая тему. История древнего праздника для детей и их родителей. В Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая прошла программа «Рождество в музее». Тематические встречи в Гмелика начались 4 января. Посетители музея научились изготавливать куклу рождественского ангела и фигуру Вифлеемская звезда. Также гости погрузились в историю праздника. К слову, ее рассказали с помощью марионеток вертепного театра. Это считается традиционным представлением в канун Рождества. Так юные зрители лучше понимают историю рождения Христа, восхождения Вифлеемской звезды и поклонения волхвов, пришедших с Востока. События, лежащие в основе святых дней, в основе рождественского праздника, это часть нашей истории, часть русской культуры. И, конечно, очень желательно, чтобы с молодых лет детки и уж, конечно же, их родители знали эти события, поскольку на них основана и наша культура, и русская литература, русская музыка. Подводя итоги, всего на рождественских церковных службах, новогодних елках и других праздничных мероприятиях в Алтайском крае побывало около 700 тысяч человек. Количество гостей подсчитали в краевом главке МВД и выяснили, больше 400 тысяч из них были дети. При подсчете учитывались новогодние и рождественские мероприятия, которые прошли в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учреждениях культуры, в парках и на площадях городов и районов нашего региона. Правоохранители назвали также и примерное количество праздничных мероприятий. Их было 7 тысяч. Итак, новогодние праздники подходят к концу. Что теперь делать с ненужной елкой? Вы можете подарить ее нам. А мы используем как подкормку лошадям. 14 января проект «Мусора больше нет» в Бурнау совместно с телеканалом «Катунь-24» организуют мобильный сбор хвойных деревьев в рамках акции «Елки-палки-пять бизонов». Организуйте прием елочек у себя дома, а мы сами приедем к вам и заберем деревья. На акцию принимаются все виды хвойных. Не забудьте снять с них новогодние украшения. Новогодняя елка после праздников порадует лошадок конного клуба «Карина», Барнаульского ипподрома и любительской конной лиги. Узнать подробности акции, а также оставить заявку, можно в группе нашего телеканала ВКонтакте. За рождение первого ребенка семьи теперь будут получать материальную поддержку. Соответствующий закон вступил в силу с этого года. Размер нового ежемесячного пособия равен установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по России размер выплаты составит около 10,5 тысяч рублей. Сегодня величина прожиточного минимума в Алтайском крае за второй квартал 2017 года составляет для именно детей 9 434 рубля. По нашим прогнозным ожиданиям, этой меры могут воспользоваться порядка 10 тысяч семей. Это семьи, чей доход не превышает 40 тысяч рублей. Платить обещают ежемесячно до полутора лет. А если ребенок родился в 2017 году и еще не достиг возраста полутора лет, то выплаты семье полагаться не будут. Кстати, малообеспеченные родители с этого года будут также получать ежемесячные выплаты при рождении ребенка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Отметим, что пособие положено тем родителям, чей первый или второй ребенок родится или будет усыновлен в этом году и является гражданином России. Мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в стране. Не получат деньги те, чьи дети находятся на полном гособеспечении, а также те, кто лишен родительских прав, либо ограничен в них. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе. Напомню, ранее правительство приняло решение выделить на эти цели в 2018 году свыше 21 миллиона рублей. И к новостям спорта. Это не американский баскетбол и не регби, а алтайский регби-болл. Первенство по этому виду спорта среди школьников прошло в краевой столице. В первый день соревнований за звание лучших состязались 9 команд. За необычной игрой наблюдал Дмитрий Бутков. Дмитрий Бутков. От баскетбола кардинально отличается. Здесь нет специального ведения, как в баскетболе. То есть мяч можно брать руками и добегать с этим мячом до кольца. Она отличается и от рэкбола. Здесь запрещены все боксерские, борцовские движения. Нельзя держать, например, противника, у которого нет мяча. Очередное первенство среди юношей и девушек прошло в барнаульской 48-й школе. За звание лучших соревновались 9 команд. В первой игре встретились фавориты рэкбитбола среди юношей. Барнаульский военно-спортивный клуб «Борец» и новичок ВПК «Дружина». В первом круге борцы одержали чистую победу 13-0. Однако во втором оппоненты забросили мяч в корзину. Но это никак не повлияло на итог встречи. 18-1 в пользу клуба «Борец». Игра была немножко расслабленная, так как команда, которая против нас играла, была немного неопытная. Поэтому мы превосходили их по всем параметрам. Они много стояли на месте и не двигались. И это их ошибка была. Первенство пройдет в понедельник и вторник. В нем будут участвовать более юные спортсмены из Барнаула на Болтайской и Косихе. В планах у организаторов провести краевой кубок по рэкбиболу. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин. Новости. Новую горнолыжную трассу открыли на территории Белокорихе-2. Спуск располагается на горе Мишина. Организаторы отмечают, что вскором на территории комплекса можно будет проводить соревнования по дисциплинам слалом и слалом-гигант. Наша трасса, перепад высоты 255 метров. То есть то, что нам позволяет для слалом-гиганта. Ширина трассы у нас от 100 до 150 метров. Длина будет у нас 1200 метров. Ну, это будет очень шикарный склон. По всем своим показателям это будет единственный конкурент в Алтайском крае. Трасса рассчитана на продвинутых лыжников и сноубордистов. В перспективе планируется оборудовать комплекс так, чтобы он стал доступен как для профессионалов, так и для любителей. Уже сейчас на горе оборудовали бэби-лифт длиной 250 метров для катания на бубликах. Новые спуски в ближайшее время также откроют на горах Чернижная и Глухаринная. Совместно с церковкой эти трассы образуют большой горнолыжный комплекс Белокуриха. Все на лыжню. В ближайшие выходные на трассе «Здоровье Мариара» состоится открытие зимнего сезона. Большой праздник пройдет 14 января на базе «Динамо». Девиз лыжного сезона 2018 – от здорового питания до здорового образа жизни вместе с Мариара. Праздник даст старт традиционной акции с розыгрышем призов. Главный подарок – автомобиль Toyota Camry. Кроме того, каждую неделю на нашем телеканале будут разыгрываться 10 комплектов лыж, сертификаты на покупки в магазинах Мариара на сумму 10 тысяч рублей. В этом сезоне компания Мариара расширила пункты питания как на старте, так и на пятом километре. Также оборудованы места отдыха. Не дай бог, бедные наши лыжники немножко устанут. На каждом пункте можно присесть, отдохнуть, попить горячего чайку, подвигаться, послушать хорошую музыку, ну и, соответственно, зарядиться бодростью духа и хорошим настроением. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо совершить покупку в магазинах Мариара на сумму от 500 рублей. Сохранить чек, написать на нем свое имя, фамилию и контактный телефон. Сбросить его в специальный ящик на пятом километре трассы здоровья. Сделать это можно уже в день открытия трассы здоровья 14 января. Имена победителей назовем на следующий день, 15 числа, в прямом эфире на телеканале Катунь 24 в 21.00. Пройти по трассе здоровья можно в любое удобное время с 9 утра до 5 вечера. На открытии всех будет ждать горячий чай по традиционному рецепту, сладости, развлекательная программа с песнями, конкурсами и сюрпризами. В спортивной школе «Жемчужина Алтая» 5 лет. За это время тренеры-преподаватели подготовили более 200 мастеров спорта по направлениям художественная гимнастика и спортивная аэробика. Что значит быть выпускником одной из лучших спортшколы региона и каких высот они добиваются, расскажем далее. Наталья Смирнова из камня наобив спортивной аэробики уже 11 лет. Тренер Олеся Никитенко заметила одаренную девочку на уроке физкультуры в школе. Однако убеждать Наталью пришлось долго. Приглашение профессионально заняться спортом приняла только с третьего раза. И это непростое решение стало судьбоносным. Сегодня Наталья Смирнова – выпускница школы «Жемчужина Алтая». Победительница всероссийских соревнований «Лучшая школа России» в сольной программе. Сейчас у спортсменки еще более серьезные цели. Да, я готовлюсь к стартам, к серьезным сейчас. И поэтому мне трудно набрать вот эту вот форму. И я стараюсь, как бы меня команда поддерживает. И все мои близкие и родные люди тоже меня поддерживают. Добиться в спортивной аэробике серьезных результатов без поддержки невероятно сложно, говорит Наталья. До заключительного этапа групп спортивного совершенствования доходят далеко не все молодые спортсмены. Тренеры признаются, изначально в группе занимается 20-25 человек, но проходят весь путь единицы. Среди них и Наталья. В 16 лет она уже может получить звание мастера спорта. Мешает формальность, ограничения по возрасту. Это возможно только с 18 лет. Гимнастика – это молодой вид спорта. И в юношеском возрасте проще показать высшие достижения, чем человек становится взрослее. Рост, вес, занятость по учебе в вузах. Поэтому очень хочется, чтобы наш возрастной ценз понизили. И мы могли, заканчивая спортивную школу, общеобразовательную, получать звание мастера спорта. Мы к этому готовы, стремимся, очень хотим. И, конечно же, новые звания, победы и рекорды – заслуга и профессиональных тренеров. За прошедшие пять лет они подготовили 25 мастеров спорта и 85 кандидатов в мастера спорта. И в честь первого юбилея школы тренеры получили заслуженные награды. Говорят, уже скоро на весь регион прозвучат имена новых молодых мастеров спорта. Сейчас в школе занимается почти 500 спортсменов, для которых «Жемчужина Алтая» станет путевкой в большой спорт. Вадим Слюсарь, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. До встречи завтра.